Микс Ньюс Еще раз представлю нашего гостя. Это Кристоф Заринч, новоизбранный ректор Латвийской Академии Художеств, профессор-художник. Он сейчас возглавит Латвийскую Академию Художеств, ну, как минимум на ближайшие пять лет, правильно? Правильно. Это первый срок. Мы вас поздравляем, во-первых, с избранием. Спасибо большое. Вы довольны сами? Ну да, я чувствую, это, как бы сказать, будет нелегко, но радует то, что студенты, они жизнерадостные, и наши педагоги, они творческие люди, я думаю, с помощью всего коллектива я буду работать и стараться, как бы, далее. Вести нашу Академию Художеств, потому что, как бы сказать, мы приближаемся столетий, так же, как наша Латвия, потому что у нас, то есть, у нас в Академии Художеств основал Пурвитис в девятнадцатом году, двадцатого августа, но и там в корне была идея, что каждое государство, которое ценит свои традиции, которое ценит традиции песни, традиции народного творчества, нужно своя национальная школа, высшая в образовании искусства, нужна школа высшая в образовании музыки, и, как я сказал, скоро будет, ну, через два года, столетие. То есть, у вас, значит, два юбилея, получается, один вот этот вот столетие Латвии, потом сразу через год опять юбилей, и это, естественно, нужно, много каких-то мероприятий от вас же тоже требуется. Ну, да, это мероприятие, но это главное чувство, что, как бы, наши судьбы складывались вместе, как развивалось государство Латвии, как развивалась Академия. Ну, надо сказать, что сейчас, если Академия началась там с живописи, скульптурой, графикой, керамика, это в наши дни постепенно следует, следуя тенденциям времени, у нас очень теперь развитые отделения дизайна, где дизайн делится там на дизайн услуга, дизайн продуктов, дизайн социальный, дизайн интерьера, тогда развивается аудио-визуальный медиа-кафедра, и там опять у нас новое отделение, которое называется КАС, то есть Акустии Бата Алсканя, то есть звук, изображение, движение, и там обучаются студенты, во-первых, анимации, но анимации, которые можно тоже использовать как инструмент искусства, то есть, ну, анимации одно, а можно эти элементы использовать, не знаю, в рекламе, в дизайне и так далее. Ну, в целом у нас в Академии 15 отделений, ну, это исторический живопись, живопись, графика, скульптура, и тогда еще керамика, текстиль, и еще я забыл, стекло. А сколько у вас студентов всего? Ну, мы, всего у нас где-то 750, это значит, что мы каждый год, у нас, во-первых, у нас три степени, это бакалавр, магистр и докторантура. И, ну, каждый год в первый курс поступает 120 на бакалавр, 100 примерно, ну, там, плюс-минус на магистре, где-то 12 доктора. И, конечно, вот было недавно, ну, месяц назад поступительные экзамены, мы до сих пор их, эти задачи, которые, мы проверяем их, как они могут рисовать, как они пишут, как, и главная композиция, это проверка мышления, как дается задача, и за это время экзамена студент выполняет свои творческие замыслы. И это самое важное, потому что академия дает инструмент, как, чтобы новый, молодой художник мог выразиться, и, как я всегда говорю, что художник должен быть по идеям, как Моцарт, и по выполнению, как Паганыни, и чтобы иногда эти... то, что у тебя нет инструментов, это как бы тебе не позволяло выполнить свои творческие идеи. Ну вот, эти экзамены, вот, мы очень рады, что у нас есть конкурс. Какой большой у вас конкурс? Ну, в этом году был немного выше конкурс, чем в прошлом году, но это зависит от отделения. Как я сказал, самые первые места в этом году были на графику молодежи, которые хотели поступить. Это опять потому, что мы думаем, как обновить программы, как их сделать вместе с временем, современными. Скажите, ну сколько все-таки конкурс-то? Ну, конкурс на живопись, например, было где-то три с половиной на одном месте, там на аудиовизуальное искусство, там больше, там, пять, шесть, семь, на, как я сказал, на графику было тоже где-то пять на одно место. А на дизайн? На дизайн тоже больше на интерьерный дизайн, потому что, видите, очень важно, как они после закончения академии, как они могут внедряться в жизни, как они могут строить свою карьеру, как они могут жить как художники, потому что это очень важно, например, академии тоже члены организации ЭЛИ, это такая организация, где ходят вузы по искусству музыки, и там в сентябре будет конференция, как прожить как художнику, как строить свою карьеру. Ну да, не в чистом искусстве, а где-то еще в жизни. Мы сейчас небольшой перерыв сделаем на новости и рекламу, у нас уже пришло время паузы. Кристоф Заринч, ректор Латвийской академии художеств, у нас в студии, не переключайтесь. Сегодня у нас в гостях Кристоф Заринч, новый избранный ректор Латвийской академии художеств, профессор и художник. Вы, поскольку вы наш сосед, я постоянно вижу, как туристы иностранные фотографируются возле вашего здания, здания академии, возле этой вот статуи Венеры, которая там стоит. У меня вопрос, будет к столетию вы же, надеюсь, все покрасите, отремонтируете, главное, вот эту скульптуру, вы же не будете ее убирать? У многих она вызывает вопросы, недоумения, но она стала такой приметой, мне кажется, нашего города. Да, она там, там даже этот, там, зелень, туристы затоптали, мы поставили, мы поставили такие плитки, чтобы там красиво было, но мы не собираемся снимать эту скульптуру, потому что она, как вы сказали, стала предметом для туристов. Да, символом таких. конечно, мы стараемся каждый год реновировать фасады академии, реновировать внутри академии, это, ну, как, это, насколько позволяет наш бюджет, конечно, нам помогает министерство культуры, когда мы обращаемся и говорим, что вот там надо то или... Более, что они ниже, Они рядом, Из окна там видно вас. Да. Всем видно рядом. Так что, потому что этот памятник культуры, который обязывает, ну, потому что это центр города и центр в парке и академия, ну, как бы один из символов, символов не только как архитектурный памятник, но символ и национальной школы изобразительного искусства. У нас очень развито сотрудничество с другими школами Европы, у нас 120 партнерских школ, я говорю об плане Erasmus, где Erasmus+, наши студенты могут ехать на Европу, где-то 45 студентов каждый год едет на эти обмены, и мы принимаем где-то 35 из других стран, и теперь они тоже развиваем отношения с Америкой, отношения с Китаем, у нас тоже обмен в рамках Erasmus+, с Хонг-Конгом, пол-иу, студенты тоже ну немного один два несколько и тоже вот первого сентября не первого но в первой неделе сентября приедет из Флориды интернационального университета предподаватель Билл Бурка который тоже будет делать воркшоп вместе с нашими студентами тогда тоже у нас начинается как бы сотрудничество с Нью-Йоркским институтом Пратт вот у нас последняя защита дипломов как председатель комиссии был из Гарри Шнейдер из Прата и то что его удивило это было то что в нашей академии вместе находится дизайн и искусство и это комбинация дает очень интересные интересные работы студентов и он говорил что вот он поедет домой и тоже будет как бы сказать впечатление в этих впечатлениях думать что можно научиться от нас так что это возможность что наши студенты начинают учиться в академии они учатся тоже классическом рисовании живописью форме и потом это возможность в рамках Erasmus увидеть своими глазами другие школы как там происходит обучение это их вдохновляет это тоже и потом они когда они возвращаются они видят нашу академию другими глазами они могут понять что у нас хорошее анализировать потому что например вот такая была история наши студентки из отделения моды поехали в Дании в школу моды дизайн моды и там было когда воркшоп и как они начали делать эскизы к моделям моды и пришли смотреть не только студенты но и преподаватели как они так могут легко и душевно нарисовать модели и чувствуется внутри тела то есть это как я сказал комбинации что вот рисунок он помогает помогает строить этот образ и живопись опять помогает ведь думать о краске думать о тонах а для них это было неожиданно скажите а вы сами успеваете писать картины вы же художник и теперь работа административной до сих пор вы говорили что у вас будет мольберт в кабинете стоит я так сказал еще еще не поставил но может надо так надо поставить а то так и не поставить но конечно надо ну административная работа это одно вещь но быть творческой личности это другая вещь потому что со студентами в принципе мы разговариваем не как администрация но мы разговариваем на творческом языке художник с художником потому что вот эти отношения преподавателей студентов в академии очень демократичны и чтобы говорить об искусстве чтобы анализировать работы молодых художников студентов иногда приходится говорить обо всем о политике о здоровье об повседневной жизни и чтобы например там сказать какую там выбрать нужно тон или какой цвет тогда нужно иногда посмотреть в окно увидеть все это все вселенное и тогда ну как бы возвратиться назад к творчеству а сколько с первого курса доходят до последнего студента ну в принципе где-то 95 процентов потому что ну конечно иногда они делают перерывы академические но как я сказал что что они если не поступают например в отделение живописи понимают что у них сердце лежит ну например на графике или сердце они думают что они могут себя лучше проявить например визуальной коммуникации они могут перейти где-то на втором до третьего курса и и это дает это ну как бы флексибилл гибкость помогает тоже найти себя потому что найти себя как художника это не так просто и найти инструменты которые более подходят к творческой идее ну вот так а где потом работает вы знаете вы следите за трудоустройством вашего выпускника всегда находят работу ну это мы следим в принципе ну они по нашим данным они находят работу иногда это ну большинство это связано с искусством но это как бы рекламное бюро это это дизайн да те которые выбрали путь художника чисто ну например живописство или там не знаю скульптура ну это их выбор тогда им нужно строить карьеру и не знаю искать искать возможности выставляться искать возможности себя реализовать но теперь открыта ну вся Европа можно как бы использовать все возможности потому это очень важно это разум что они уже как студенты начинают делать то есть свои контакты развивать контакты которые потом связи которые потом могли им строить свою карьеру ну что еще можно сказать что ну в принципе каждый год все эти студенты которые приходят они другие как были в прошлом году потому что наши дни жизнь она очень динамична и я например преподавал пять лет на первом на первом курсе живописи и я всегда когда открываю двери в первом сентябре я удивляюсь они абсолютно иначе они думают иначе они они воспринимают мир иначе нельзя ставить те же самые задачи которые я ставил в прошлом году нельзя им ставить надо искать другие пути как заинтересовать их и как показать вот эти все возможности искусства скажите а вот в обществе довольно часто в последнее время тоже различные такие провокационные вещи обсуждаются в искусстве ну вот в частности недавняя выставка с обнаженными дамами вот к этой провокации вот как вы относитесь к провокационности в искусстве и насколько это интересно вот студентам молодым потому что ну мне кажется это для молодежи это такой вот ну привлекательный момент ну в наши дни там если выставить там голое обнаженное тело это по-моему уже ну это понятно что просто так никого не удивишь но но провокации да ну если это провокации она часть часть замысла художника на этом построена его эта идея тогда ну почему нет но главное чтобы не было равнодушия главное чтобы зритель когда он приходит в музей или в галерию главное чтобы искусство его заставило думать думать и даже забыться и подумать потому что думание потом переходит в радость и почему нужно искусство нужно искусство чтобы чтобы людям была возможность подумать забыть забыть свои проблемы и стать лучше и посмотреть более открыто на мир и потом это искусство помогает решать проблемы быть более творческим что очень нужно для общества чтобы ну да и ну тоже в театр вот мы идем в театр и например Рижский новый театр он тоже эта идея что заставить не заставить а побудить как-то побудить подумать но часто это действительно ведь а вот здесь в мире что у нас слишком много вообще художников нам не хватает инженеров там химиков каких-то техников а вот художников артистов у нас слишком много выпускается такое тоже мнение есть ну я думаю что это не относится к нашей академии потому что если бы так было тогда не было конкурса при том при том очень тоже молодежь знаю едут после окончания школы они едут и учиться за границей но по-моему наше то есть обучение и наше качество качество образования хорошее но главное как я сказал чтобы дальше построить карьеру нужно вот эти контакты и возможности например ну например если говорится галереи художественные что в Риге их мало но например как я сказал там в Германии и Франции и особенно в Англии их больше там больше возможностей в Риге мало разве? ну немного но по сравнению там же очень много таких маленьких галерей которые вот в Старой Риге идешь ну там галереи тоже но одни вы имеете ввиду большие крупные какие-то там идет вопрос ну например галереи одни сосредоточены на одну цель другие на другую цель и там есть разница между галереями ну есть коммерческая чистота да и я думаю больше о галереях которые как бы думают больше как проявить художника со своими идеями которые в принципе если большой художник большая идея а у нас есть спрос ну на галереи вот допустим пойдут люди если будет больше галерей я думаю что и пойдут потому если вот когда это ночь музеев тогда очередь это же один раз это раз в году там потому что бесплатно я не думаю что это потому что бесплатно потому что ну вход музея не стоит ну это еще тренд такой тоже больше молодежный да а все-таки галерея или там музеи это ежедневно скажем у нас музеи это в общем не так уж посещаются и нет сколько я знаю вот когда сделали новый музей посещаемость очень возросла но это зависит от того что выставляет музей вот сейчас очень интересная выставка коллекции Диана и Зузана коллекции и Янис Диана и Янис и Зузана коллекции где можно видеть то что произошло в искусствах которые последние 30 лет ну и и тоже вот и там я думаю что это очень интересно ну что еще можно сказать что главное чтобы у художников было что сказать это не значит что нужно всегда провоцировать но это значит чтобы у них в душе что-то было такое большое что и будет интересно другим и не всегда сюжет главное потому что искусство она она у нее свой язык язык краски формы линии структуры и иногда этот сюжет форма форма сама сюжет да потому что если сделать ну например ну например сферу такую что человек просто смотрит и не понимает как это сделано это вообще тенденция изобразительного искусства сделать как бы например гобелин но это не сделано нитками это сделано например каким абсолютно другим материалом там пластмассом например или если написать картину тогда она выглядит например как это как принт или выглядит что она высшита ну вот и ну так что главное студентам показать и дать возможности их обучить всеми тайнами да всеми возможностями как можно проявить свою идею и постоять за свою идею спасибо вам большое у нас время истекло у нас в гостях был ректор Латвийской Академии Художеств профессор художник Кристоф Заринч мы желаем вам успехов на ближайшие 5 лет как минимум и чтобы у вас оставалось время на творчество за административную работу до свидания